2 сентября день Самуила, Самойлин день, назван в честь израильского пророка Самуила. Само имя Самуил значит «испрошенный у Бога». Он появился на свет, когда люди не верили в Бога и поклонялись различным идолам. Задачей Самуила было наставление народа на путь истины. Самуил стал верховным судьей и правил очень мудро. Важно отметить, что до этого народом правили пророки, люди, указанные самим Богом. После Самуила эта традиция была заменена на царей. На Руси этот день стали называть как Самойлин день. Пророка Самуила считают заступником мужчин, поэтому сегодня чествуют представителей сильного пола. Для этого готовят много вкусных блюд, чтобы хозяин дома насытился и остался доволен угощением. А утром отправлялись в церковь, чтобы попросить у пророка Самуила хорошей погоды, чтобы закончить все дела. К этому времени появлялось большое количество грибов, которые подавались к столу. Особенно любили жареный на сале картофель с грибами. Приметы. Если журавли летят высоко, не спеша к теплой осени. Обилие рябины к дождливой осени. Сегодня обязательно следует накрывать богатый стол. Хозяин дома будет сытым, добрым, работящим. К этому времени скворцы еще не отлетели. Это к сухой и длинной осени. Получается вкусный, сытный сок, который способствует тому, что человек начинает стройнить и оздоровываться. Этот сок способствует выделению избытка натрия из организма вместе с мочой. Особенно он будет полезен при нарушении сократительной способности мышцы сердца. Поэтому вот такой сок надо будет пить по полстакана, два-три раза в день перед едой. И ваше сердечко будет сильным. Его можно использовать, как я уже сказал, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Особенно печени, почек. Также суставов. Тех заболеваний, которые связаны с обменом веществ. При ожирении, а также при гипертонии. Помогает этот сок огуречный и больным с зубными заболеваниями. Почему? Потому что в нем содержится легковосвояемый йод, который способствует, к тому же еще, в смысле не йод, а сок, способствует снижению уровня холестерина в крови. А если мы будем этот сок использовать с мякотью, то он еще дополнительно, при этом, смотрите, если мы будем использовать с мякотью, то надо пить 100 граммов этого сока натощак. Он будет естественным не только мочеводным средством, но будет полезен и при запорах. Смесь соков огурца, моркови и свеклы рекомендуется при желчи и почвенно-каменных болезнях. При этом пить этот сок надо перед едой, как правило. В количестве не менее вот такого стаканчика лучше всего, чтобы вы сначала привыкли. И в течение где-то как минимум 3-4 недель. Потому что начинается потихоньку растворение вот этих всех отложений. Они растворяются не сразу. Образовывались они в течение всей жизни у нас. И хотим мы их растворить за какой-то месяц. Поэтому не спеша начните хотя бы с одного стакана этого сока перед едой. Потом потихонечку дозировочку увеличивайте и попейте в течение месяцев-трех. И уверяю вас, что у вас наладится имен веществ. Если была какая-то предпосылка к сахарному диабету, то она обязательно уйдет. Поджелудочная железа у вас укрепится. Кожа очистится и нормализуется обмен веществ. То есть вы станете стройнее. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!